приветствую вас дорогие леди начинаем нашу первую трансляцию марафона сегодня с вами будет лето секретами красоты молодости из таиланда сейчас я нахожусь здесь но для этого мне нужно проверить как на площадке меня видно слышно одну секунду на площадке да все звук идет и мне надо будет переключаться между страницей трансляции и также вести здесь ну что ж начинаем давайте сначала познакомимся кто впервые на моих вебинарах ставьте цифру 1 всех рада видеть приветствую всех 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 кто первый раз поставьте цифру 1 и я немного о себе расскажу чтобы вы со мной познакомились я тренер по фитнесу для лица и эксперт по перспективным проектам развития возможности человека более 20 лет я провожу выездные тренинги семинары экспедиции в россии и за рубежом как ученый разрабатывала технологии оздоровления раскрытия биоэнергетики федеральной программе здоровья нации мой интерес к теме омоложения возник не случайно так как меня волновала проблема старения что делать если лицо обвисает если ткани начинают падать и я делюсь всеми моими самыми лучшими секретами омоложения в моих тренингах онлайн курса и сегодня вы также получаете доступ к этим уникальным программам у нас скоро праздник и мы начинаем обновление и так давайте знакомиться с новой системой которая для вас подготовила в индии и сейчас в таиланде что же гениального в моей системе почему есть результаты прежде чем презентовать программы пока все присоединяются напоминаю правила прямой трансляции за негативные или неуважительные высказывания в адрес тренера будет банк зато приветствуется активность в чате ваша обратная связь я буду рада если вы будете отвечать на вопросы и делиться со мной тем что вы чувствуете чтобы контролировать процессы которые у вас происходят ну давайте начнем с теста первый шаг на пути красоте и молодости знакомства со своим лицом и сейчас нам понадобится зеркало где моё зеркало хорошо я буду с телефончиком значит если у вас рядышком есть зеркало то возьмите его если нет то желательно принести для чего давайте тест такой проведем посмотрите в зеркало сначала вот да прямо и взгляд сегодня вот то что вы увидите вот таким таким ракурсом то это ваш взгляд на этот момент настоящее время дальше поднимаем поднимаем наверх зеркало и смотрим лицо ткани наверх там то что у вас когда наверх это то что у вас было в прошлом да то есть у нас когда а мы соответственно вот так ложимся соответственно ткани ставится на свое место то что было пять лет назад и и если мы осмотрим вниз голову опускаем зеркало вниз посмотрите то это то что вы видите через пять лет в будущем то есть как ткани будут обвисать что вы видите если такие проблемы сейчас и давайте обсудим этот тест поделитесь комментариях что у вас больше всего потрясло или не понравилось или понравилось меня интересует будущее каждого человека интересует будущее как будем выглядеть будущее поэтому соответственно голову вниз посмотрели и написали какие признаки вы видите например обвисание ткани а может быть носогубные складки или брыли или нависание века и вообще если кто-то хочет поделиться напишите какие вас признаки старения волнуют что у вас сейчас даже то есть не через пять лет соответственно если ничего не делать через пять лет все усугубится это понятно а поделитесь что вас волнует какие признаки старения напишите мне в комментариях и я посмотрю да вот здесь я вижу чат у меня есть наконец-то на youtube почему-то в индии не было поэтому наталью я вижу за армии пишет да и сейчас я посмотрю на странице трансляции комментарии на странице трансляции нужно обновить страничку у кого ничего не показывает да и пока вы смотрите пока вы пишите то здесь немножко задержка звука есть я продолжаю чтобы не терять наше драгоценное время итак если вам что-то не понравилось надеюсь вы поделитесь что по этому тесту у вас есть если вам что-то не понравилось то для вас есть возможность помолодеть обновиться у нас преображение проект кто хочет узнать как делимся делимся кто хочет узнать как для этого существует четыре шага моей новой именно вот на это время подготовленной системы я ее буду презентовать для вас в онлайн курсе подтяжка кожи без операции через мозговую мышечную связь сегодня будем знакомиться с этой методикой начало тренировок с 12 марта не пропускайте эту возможность эта система включает четыре шага и мы с вами последовательно будем на двух вебинарах на двух занятий сегодня девятого числа разбирать значит первый шаг этой системы техники на правильную осанку и устранение холки вот я про это все время говорю но вижу что интерес к телу у женщин такой огромный интерес к своей осанке статике тела ну как бы настолько мал хотя столько постов я пишу в своих соцсетях на эту тему что это номер один вот лицо идет номер два а номер один это правильная осанка и устранение холки статика плечи развернута так далее и сейчас я вам тоже хочу объяснить почему важно убрать тяги которые тянут лицо вниз почему важно работать с социальным слоем лицо у нас уходит через шею грудной отдел связь очень очень плотно и часто грудной отдел начинает блокироваться и даже это не связано только с возрастом причины какие мы все время находимся вниз головой гаджета мы работаем за компьютерами и голова опущена плечи вперед мы носим тяжести поднимаем тяжелые у нас плечи опять опускаются и что еще какие причины ну естественно возраст например а то вот еще один момент интересный увидела в таиланде очень много русских женщин причем возраста старше пятидесяти это возраст от 50 55 60 вот такого возраста я увидела одну женщину которая ну я не могу сказать сколько ну пускай примерно так на взгляд 55 что меня потрясло вот эта статика неправильной осанки да когда плечики ввалились головка вперед подалась а у нее еще вес и у нее еще сам по себе плечевой пояс широкий вы знаете со спины это мужчина то есть мало того что это само по себе усугубляет как бы внешний вид женщины так плюс еще добавляется сюда мужские пропорции поэтому я такая думаю так номер один в нашем новом тренинге все начинаем с осанки потому что сначала я своих методиках начинала с лица потому что огромный интерес к лицу но в этот раз первый шаг мы будем переделывать все будем начинать с осанки а почему неправильная осанка что происходит с тканями поделитесь у кого есть западание плечей вперед и у кого есть холка вот кстати мне написала одна женщина у меня есть видео на youtube на моем канале кстати подпишитесь кто еще не подписался на мой канал youtube и у меня есть одно видео где я показываю массажер то есть массажер очень хороший от холки и она мне хотелось сделать заказ и спрашивает а действительно ли этот массажер поможет а вот как вы сами считаете представьте если неправильный образ жизни когда статика все время плечи западают вперед и какие-то факторы или гаджеты или вот то что горела тяжесть или плюс возраст вы ничего этого не менять и то есть вы причины не убираете вы хотите взять только массажер и этим массажером брать холку а мы убираем последствия если причина не устраняется то есть я объяснила говорю вы знаете вам нужно прийти на занятия руками позаниматься телом позаниматься но руками смысле ручными техниками миофасциальными техниками только потом плюс массажер это идеальный вариант для того чтобы проработать холку представьте так вот к чему мое сообщение вот что такое закрытый грудной отдел вот что такое с возрастом податы плечики когда они у нас вперед затягивать вот смотрите видите все провалилась вот здесь все провалено а вот раскрытые плечи и что происходит с тканями посмотрите как расправляются ткани сделайте сами проведите у себя такой тест вогните плечи и потрогайте здесь сжатие а здесь лимфатические узлы очень важные идут а как бы не было это отечности если здесь все зажато плечики внутрь и плечики расправить раскрыть и посмотрите потрогайте насколько раскрытие произошло плечики расправить то есть надо лопатки сзади обязательно сводить максимально дальше смотрите что происходит я сказал что у лица и грудного отдела очень плотная идет связь по тканям по официальным вине дальше если мы большую часть времени находимся в таком состоянии наши плечики уже начинают ну запоминать вот такое скорее это еще номер один но запоминает не только костная система больше всего запоминает фасциальная система у нее у фасциальной системы есть своя память если фасции находится длительное время в одном положении они его запоминают и дальше зафиксировали все ваши ткани сжатом состоянии то есть ткани сжались потрогали вот кто потрогал и чувствуете что здесь произошло сжимание ткани у кого-то поделитесь напишите то есть ткани сжались в грудном отделе при закрытии да вот они начинают затягивать в эту область по передней фасциальной линии дальше что шею будут сюда затягивать нижнюю часть лица то есть все ткани начнут стремиться вниз от лица и вот это затягивание по официальной линии вниз начинает влиять на то что никак не получается локально убирать брыли то есть локально например кто делал упражнения на брыли на носогубные складки вот локально только здесь делали и получаете только временный эффект у кого-то у кого вот нет такого стабильного эффекта а причина то не здесь основная эта причина птоза ткани лежит намного ниже чем само лицо поэтому в онлайн курсе мы будем начинать лицо прорабатывать начиная с осанки с грудного отдела с шеи с холки и начнем поднимать ткани вверх а потом будем делать лифтинг лица а кто теперь понимает что бесполезно локально прорабатывать упражнения делать или приемы а потом у вас быстро все снова затягивается вниз напишите да кто сейчас это понял то есть тяга у нас идет отсюда до тянет и мы пытаемся если поднять лицо вверх например работаем здесь с брылями я приемы показывала на брыли на носогубки так если тяга вниз грудном отделе то что вы проработали снова быстро все затягивается вниз ваш эффект временный кому понравилось вот кто это понял вот поставьте мне палец вверх то есть лайк поставьте чтобы я видела и напишите да что вы это поняли это важно да то есть у нас омоложение идет только через осознание если мы не знаем биомеханику ну как мы будем налаживаться и вот почему нужно начинать работать с осанки то есть тазовой области потому что тазовая область вообще влияет на перераспределение всего мышечного корсета ткани то у нас падают сзади наперед и тазовая область на это влияет потому что когда попа раз задралась все ткани раз вверх и начинают задираться вместе с попой поэтому вот почему нужно начинать прорабатывать с осанки с тазовой области с грудного отдела как я вам уже сказала соответственно плечи прорабатывать шейный отдел ну что тогда начнем я вам покажу сейчас упражнение на раскрытие грудного отдела то есть один прием я вам покажу мы его сейчас с вами сделаем кто готов пишите да и этот прием будем делать в дверном проеме сейчас я немножко объясню буду показывать вот здесь на балкончике надеюсь я дверь не выломаю у вас должен быть косяк хорошей двери тем более если масса тела хорошая поэтому найдите хороший косяк двери не делайте вот на на таком это просто для примера показываю и значит каждый день начинайте именно с этого приема то есть проснулись там чистите зубки выходите из ванной и встали в двери застряли то есть самое простое что можно применять посложнее мы будем уже делать в курсе мы встаем прогибаемся в дверном проеме я сейчас скажу на каждой позиции три позиции по 30 секунд полтора минутки полторы минутки всего то есть это очень быстро и потом просто растяжку нужно сделать когда мы делаем прогиб мы зажимаем лопаточки все что вместе между лопаточками зажимаем дальше тоже вот не проваливаем точно нас такая получается ровная планочка должно ничего не тянуть поясница не должна болеть должно быть очень комфортно не делайте так что так натянули руки что вам больно потому что не например спортом физически не занимайтесь так растянули что все суставы заболели конечно это неправильно делайте только комфортно ну что пятки можно отрывать от пола как вам удобно сейчас посмотрите найдите пока косяк посмотреть вокруг себя дальше значит я уже сказала лопаточки свели зажали и провиснули и начинаем растягивать этот провис готовы сделаем окей сейчас нам покажу вот меня здесь видно первая позиция ручки внизу ручки внизу так значит делаем провис раз лопаточки сходим зажали все что между лопаточками живот вот так вперед не проваливаем не прогибаемся прямая линия тело прямая планка пятки если неудобно вот так стоять пяточки можете оторвать на 30 секунд ну я сделаю меньше раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять раз два три четыре пять то есть я на 15 секунд вы делаете третий вторая позиция когда мы ручки ставим по серединке по серединке и зажимаем все что между лопаточек живот втянули внутрь не проваливаем и раз два три немножко подбородочек поднимаете не надо вот так голову опускать прав вис не делая немножко поднимаем голову раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять раз два три четыре пять и следующая позиция ручки наверху наверху как у вас там поднимется удобно у меня вот так удобно раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять все внимание должно быть между лопаток все что там зажимаем и вот когда считаете у вас на этот зажим должно быть внимание вот такое упражнение после того как вы сделали растягиваем плечевой пояс вот таким образом взяли и максимально сколько возможно раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять можно до двадцати вот так постоять очень полезно да смотрите что мы этим добиваем сейчас я зажму другую сторону провести что мы получаем у нас с возрастом всегда происходит ограничение двигательные возможности почему потому что мало сидячий образ жизни малоподвижный образ жизни и процессы которые происходят внутри организма и раньше например рука поднималась там раз раз назад далеко заходила а тут и наверх уже не поднимая ну я утрирую да конечно чтобы вы понимали просто модель и назад уже не заводится и что мы с вами делаем мы с вами увеличиваем подвижность плечевого сустава это раз мы с вами раскрываем грудной отдел от того тех блоков которые я говорила убираем тяги которые тянут лицо вниз и теперь подвигайте руками давайте сбросим потрусите вот так раз два три 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 улыбаемся мы занимаемся красотой молодости потрусили и делимся что сейчас появилась легкость плеча у кого-то больше подвижность появилась поделитесь плечики захотели назад вот прям раскрытыми быть у кого такой результат получился кто со мной постоял в дверном косяке делимся да девочки надежда здравствуйте вот кто кого комментарии сейчас смотрю просматриваю кто на странице трансляции всех приветствую и обновляйте страничку если у вас ничего не идет да занимаемся так вот мило написала при положении между лопатками есть да очень правильно хорошо значит кровообращение такое активное пошло между лопаток начало все прокачиваться девочки пишут да получилось но ощущениями делитесь была боль при положении руки наверху теперь распрямилась да какие то значит связочки укорачиваются во времени да тут же мы тянем это же растяжка соответственно увеличиваем подвижности нашего плечевого пояса и да всем здравствуйте кто присоединяется да ну я потом попозже прочитаю ваши комментарии и какое будет домашнее задание нам же нужно получить на марафоне какой-то результат мы же с вами преображаться пришли поэтому задание будет такое каждый день до второго вебинара нашего марафона каждое утро выполнять это упражнение вот так вот по полторы минутки то есть по 30 секунд в каждой позиции и на растяжку потом плечевого пояса и фиксируйте дальше свою подвижность то есть руками подвигайте просто плечами вперед назад плечами вот так погребите вперед назад чтобы вы проводили тест оценку себя на подвижность насколько увеличилась ваша подвижность и раскрытие дальше конечно же контролируйте в течение дня осаночку хотя бы эти несколько дней почему потому что дальше я знаю уже по опыту что не все идут в онлайн курс хотя я хочу всех вас видеть поэтому хотя бы эти несколько дней контролируйте во время дня осаночку плечики отводим вперед лопаточки зажимаем и запоминаем это состояние чтобы наши фасты запоминали новое состояние раскрытого грудного отдела ну и конечно если у вас в течение дня есть возможность еще где-то в косяке задержаться в дверном это будет только приветствоваться на следующем занятии я спрошу ваш результат и что получилось за эти дни насколько увеличилась подвижность плечевого пояса буду рада если вы добьетесь даже за короткое время результата если будет например на другой день что-то побаливать ныть это совершенно нормально если вы не занимаетесь физически вам тело говорит о том что у вас идут изменения точно так же как после фитнеса на следующий день мышцы болят поэтому просто относимся к этому нормально можем делать массажик да жмакаем себя жмакаем чтобы там процессы прошли и у вас ткани изменились статика ваша изменилась и не забывайте когда вы так стоите все внимание концентрируйте между лопаток дальше задание первое это первый шаг первый шаг этой методики да то есть осаночка молодая статика и поехали следующий шаг разбирать да хотела сказать что самое главное что будет в онлайн курсе по этому шагу я не сказала онлайн курсе по шагу номер один мы прорабатываем осанку грудной отдел поясничный отдел и блоки шеи да блоки шеи и прорабатываем холку будем устранять холку вот девочки писали что есть холка и девочки хотят ее устранять то есть если вы хотите попробовать все упражнения они очень простые то есть они предназначены для простого человека то вы можете по ссылочке вот здесь у меня сейчас есть чат я вам сбрасываю ссылочку перейти по ссылочке сейчас скидка хорошая праздничная скидка 40 процентов на курс поэтому у вас есть уникальная возможность тем более сейчас у нас еще три шага но мы сегодня только успеем всего четыре шага но мы только три сегодня разберем остальное на следующем вебинаре вот тесте еще и лицо и разные методы поэтому если хотите проработать всю осанку и тогда у вас есть ссылочка можете пока делать заказики ну а мы переходим к следующему шагу этой системы и сейчас будем прорабатывать техники омоложения миофасциальные то есть лифтинг лица с миофасциальными техниками что это такое какой результат от них вы получаете эффект подтяжки кожи и сами лепите свое новое лицо сегодня мы прорабатываем лоб и зону глаз и вы почувствуете подтянутость если будете заниматься регулярность упругость кожи и здесь разглаживаться морщины то есть идеальный результат это когда кожа выглядит упругой и сияющей работаем значит верхнюю часть лица по одному приему будем делать сейчас выглаживание лба и висков и начнем мы как раз зоны висков зоны висков это техника важна если вы прорабатываете апоневроз почему потому что есть залипание ткани залипание ткани происходит к черепу и тогда подвижность ткани очень маленькая и тогда тоже это влияет на старение потому что где-то лишняя кожа свалится морщинами в каком-то месте поэтому обязательно важно прорабатывать апоневроз это все в курсе сейчас я только показываю уже приемы на то что надеюсь что у вас есть подвижность ткани то есть вот например как ее проверить ну вот височный апоневроз вот так например ручки положили вот так раз 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 подвигали должно легко ходить и первая техника которую мы делаем на височке поставили прямо около глаз вот таким образом делаем вдох выдохнули и начинаем медленное скольжение медленно медленно вот вот за то время пока вы можете сделать несколько вдохов выдохов у вас кожа начинает такую смазочку выделять то есть в принципе этого достаточно для скольжения ну вот если не выделять ну можно конечно пользоваться капельку масла с маслом просто очень сильно будет скользить а нам нужно медленно то есть вот смотрите я всего на сколько ушла от глаз почти незаметно и вот так медленно руки медленно медленно смотрите еще только дохожу до волосяного покрова опираюсь видите опираюсь о затылок здесь упор на пальчики и затылочная не должна напрягаться ощущаете голову затылочные мышцы все свободны и вот я только еще дошла до волос дальше немного по волосам проходим скольжением там еще есть скольжение вот так медленно медленно можно делать минут пять несколько заходов минут пять можно делать ну несколько один раз так сделали второй я имею ввиду и вот здесь уже примерно где-то мы дошли здесь мы берем раз за волосы взяли приподняли виски за волосы помассажировали так раз 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 вот ваш апоневроз височный помассажировался да подняли раз и делаем вот такой прием зажали глазки прям чувствуете в висках будет тянуть сильно поэтому делаем таких раз ручки максимально наверх да волосы подтянуты наверх два три четыре пять шесть семь восемь девять десять открыли проморгали а вот мы с вами проработали височную зону теперь проработаем лобную зону для чего лобную потому что у нас ткани я уже сказала падают сзади наперед соответственно здесь по передней части будет опущение лба дальше брови опустятся на вишевек щеки ну соответственно брыли шея когда все это затянется по официальной линии сюда если отдел закрыт поэтому ставим руку и причем движение у нас вместе с большим пальцем то есть большой палец у нас тоже будет сейчас двигаться движение будет идти вот в эту сторону прилепили продышали несколько раз чтобы за время наше дыхание у нас вдох выдох и смазочка такая выделяется осмотрите здесь если затылочная напрягается если шея напрягается рука не должна быть на весу поставьте руку на стол на и опустите голову на руку и под тяжестью естественной тяжестью головы делаем это движение просто мне сейчас показывать неудобно у меня рука на весу начинаем движение вверх вместе с большим пальцем да то есть вот видите я сдвигаю ткани большим пальцем я сдвигаю ткани всей ладони то есть вот вся ладонь вместе большой палец наверху сдвигает а ладошка сдвигает лоб очень медленно делаем делаем поднятие ткани от новейшего века очень хорошо для разглаживания лба межбровки дальше подошли к волосистой части головы перехватывается рука здесь доходим до макушечки а здесь продолжаем движение вместе с большим пальцем большой пальцем большой пальцем тоже поднимает ставьте ручку на стол чтобы вам легче было делать и дальше снова перехватили и таким образом можно работать от 5 до 10 минут вот сколько у вас есть времени перехватывая попеременно то одной рукой то другой доводим до конца и поделитесь вашими ощущениями у кого есть ощущение поднятия лба у кого есть ощущение или посмотрите в зеркало брови поднялись у кого-то может быть уже ощущение что нависшая века даже поднялась визуально видите глазки раскрылись насколько была такая тяжесть когда напрягаешься мыслительная работа здесь вот тяжесть она давит на глаза смотрите никакой тяжести нет вся область поднята точно так же прорабатываем межбровку раз раз проходим вот так образом прорабатываем межбровку очень медленно очень медленно и слушайте ткани под руками чтобы ваши ткани ощущались потому что просто механическое выполнение оно не дает эффективности обязательно нужно работать на ощущение на мозгово-мышечную связь о чем сегодня наша тема посмотрите в зеркало поделитесь результатами кому понравилось поставьте мне лайк кто вот присоединился еще не ставил может кто-то захочется поделиться трансляция буду очень вам благодарна да посмотрю пока ваши результаты да кто что мне пишет да галина есть такое ощущение грудная клетка раскрылась хорошо потянулись так хорошо потянулись грудные мышцы Катерина написала да так Марина шикарное упражнение морщины вот Марина видите сразу результат получила поздравляю вас Марина мне очень приятно шикарное упражнение морщины на лбу разгладились брови поднялись глаза раскрылись супер очень рада вот видите у вас уже началось обновление праздничное преображение а Нина пишет что только кажется что открылись глаза но сейчас у нас еще одна техника будет надеюсь что точно откроется а Мила чувствует снатяжение на лбу в височной части лоб поднялся глаза раскрылись немного заболел затылок значит вы его напрягали то есть я вначале сам сказала обязательно важно чтобы задняя поверхность головы и шеи не напрягалась это важно отслеживать во время упражнений для этого я вам сказала поставить локти на стол упор на стол и голова под весом лежит на ладошке да понравилось и хорошо тогда сделаем еще одно один прием из этого курса по миофасциальным техникам сейчас мы с вами сделаем проработку круговой круговой мышцы глаза но дойдем только до нижнего века нижнего века уже в курсе и так что мы будем делать это больше всего помогает от нависания века поднимать всю область и самое главное проработка здесь происходит социальных залипаний то есть когда ткани фиброризируются и например они могут приклеиваться фасции могут склеиваться сами ткани могут кости прилипать и так далее значит что мы с вами делаем начинать будем тоже такое же выглаживание переменная с внутреннего уголка глаза и поставили пальчик продышали вдох выдох чтобы у нас выделилась смазочка и опять же то есть если совсем сухо или если очень дряблая века конечно же на немножечко маслица делайте должна быть обязательно смазочка легкое скольжение должно быть кожу не тянем мы я буду показывать на протяжении всей круговой мышцы до внешнего уголка глаза я кожу не тяну я слушаю под пальчиком ткани поэтому тоже слушайте ткани а кожу нельзя тянуть прямо чтобы так растягивать и начинаем выглаживать начинаем скользить внутренний уголок глаза до брови делами и тоже здесь желательно делать это очень медленно с ощущениями с ощущениями с ощущениями что вы не тянете кожу а слушаете как под пальчиком раскладываются ваши ткани и делаете например таких выглаживаний на одну точку можно 10 до 10 раз начинайте с небольших количества небольшого и потом уже можете увеличивать дальше следующая зона мы начинаем выглаживать до середины брови то есть это будет у нас показываем с внутреннего уголка глаза так раз два первое это только внутренний уголок глаза раз два раз два 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 дальше следующая зона с середины брови до конца брови примерно вот здесь раз два и немножко как бы вверх приподнимаем вверх захватываете по всей косточке всю зону не какую-то точку одну видите как пальцы широко стоит раз раз тоже до 10 раз да можно сделать и дальше делаем гусиные лапочки очень легко здесь делаем вот по косточке ближе к косточке вот сюда раз 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 здесь не тяните здесь кожа очень нежная можно смотрите вот я вижу так как через компьютер работаю не через зеркало я вижу что сползает вот так глаз не должен не сползать поэтому одним пальчиком вот так взяли придержали и начинаем вот так делать раз углаживаем раз раз можно вот так переменную делать раз другой пальчик раз то есть не должна кожа вот здесь уходить вниз туда верхнего века вот 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 таким образом придерживаем если скользит пальчик снова его на место ставьте через зеркало когда будет сделать там видно будет и точнее будет движение по косточке раз видите я ухожу вот тоже до десяти раз а теперь оцените ваши глаза и посмотрите мой то есть насколько насколько здесь поднялась века и это гораздо ниже глаз тяжелее и давайте выровняем теперь раз внутренний угол глаза выглаживаем раз раз дальше идем до середины брови раз как бы вверх не просто вот так вот не горизонтально а мы ткани вверх поднимаем на то место где они были молодые высокие ткани дошли до серединки и уже здесь идем тоже поднимаю вверх до конца брови и здесь уже мы придерживаем и начинаем вот так раз раз два три четыре пять пять и посмотрите на себя в зеркало улыбнитесь посмотрите как взлетели ваши брови у кого не взлетели поделитесь мне вот тоже хочется узнать что у вас и само ощущение глаза вот у кого получилось раскрытие вот хочется вот так распахнуть у кого такое получилось поделитесь я бы почитаю что мне тут до этого написали Наталья сначала стала размытое зрение сейчас наоборот четко видно визуально менее заметно наш бровка и лоб совершенно гладкий Наталья вас поздравляю это отличный результат это очень хорошо молодец какая хорошо очень сделала так очень нравится будто лоб в брови поднялись легко да девочки дальше вот галина глянула в зеркало морщин видно меньше ну видите как здорово я вас поздравляю это супер это просто супер потому что это лифтинговые техники это техники обвисание ткани это классно супер я очень рада делитесь еще да не забывайте мне ставить лайки кто еще не ставил если вам это нравится я очень стараюсь чтобы у вас преображение произошло потому что мы как бы заново рождаемся каждый год в это время и поэтому я хочу чтобы у вас произошло обновление преображения так все больше пока никто не пишет да вот еще арис не знаю как ваше имя не вижу очень приятное упражнение глазки распахнулись да спасибо вам большое спасибо так ну что ж кто хочет кто заметил результат что да есть подтяжка да есть разглаживание и кто хочет получить приемы миофасциального лифтинга на другие зоны лица на щеки от носогубных складок от брылей от обвисания второго подбородка для шеи для грудного отдела я уже говорила для таз кто хочет все получить приемы вот смотрите например зона глаз с вами нижняя века сейчас не проработали дальше у кого есть такая проблемка когда вот сильно дряблая кожа она может даже немножко внутрь туда западать как бы вот здесь прям собирается складка у кого такое есть то есть есть такие приемы для того чтобы проработать эти фиброзные ткани вот и тоже я покажу это видео кто хочет получить да 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 вот елена написала спасибо реально есть эффект отлично да ну девочки уже увидели что да это работает есть результат поэтому я вам еще раз ссылочку посылаю сейчас на странице трансляции тоже выше видео на странице трансляции есть желтая кнопка сделать заказ а тем более будут подарки у нас праздничные подарки я в конце расскажу про эти подарки и сейчас ссылочку отправлю вам но если ссылочку не отправляю потому что на две страницы приходится работать то имейте в виду выше кнопка желтая сделать заказ заказать сейчас вы можете перейти на страницу заказа так сейчас секундочку здесь так долго отправляется контакт тормозит у нас так ну тогда на фейсбук кто меня видит слышит звук отправлю хорошо окей все так наталья написала верхнее веко в принципе в норме но все равно видно изменения распахнуты взгляд да ну это еще хорошо бывает что когда лоб падает то уже появляется верхнее веко и тогда важно делать лифтинговые техники поэтому у вас есть такая возможность получить на разные зоны лифтинговой техники а начало занятий с 12 марта так что торопитесь успеть и еще один шаг который я успею за это время показать это техники на мозговую мышечную связь то есть я уже начала в постах соцсетях рассказывать что же такое это мозговая мышечная связь что-то неизвестное то многие боятся и не хотят это пробовать на самом деле без мозговой мышечной связи практически невозможно омоложение если по большому счету вы сейчас это поймете мы даже сейчас с вами уже занимались я вам говорила осознанность это первое а вот второе это уже выполнение техники так вот осознанность и ощущение ткани что такое ммс мозговая мышечная связь вообще это на самом деле самые эффективные моделирующие упражнения потому что их можно делать хоть при гипертонусе хоть при гипотонусе а так многие например бесплатные упражнения от носогубок ищет начинают делать а потом еще больше себе проблем нарабатывают почему а вы даже не знаете у вас носогубки гипотонусные или гипертонусные потому что если в гипертонусе на скудной складке то это одни приемы упражнения и причины одни а если это гипотонусные это совсем другие причины которые надо устранять и здесь совершенно другие упражнения ну и поэтому о технике мозгово-мышечной связи можно делать при любом возрасте при любом лице это совершенно безопасно и очень эффективно и это считается настоящей безоперационной пластикой лица которая задает лицу новое желаемое для вас натяжение поднимает щеки вырисовывает скулы открывает глаза и выравнивает неровности на лице а что это такое в чем ее суть то есть нужно соединить образное мысленное представление визуализацию движения например который мы делаем мы соединяем визуализацию образ мысленный с реальным мышечным действием в нужном направлении какое-то упражнение например делаем физическое и соединяем с мысленным представлением получая реальное ощущение что мы чувствуем отклик да что происходит обязательно надо чувствовать вот это и есть мышечно-мозговая связь это не сложно но может быть у кого-то прям вот первый раз если не получится то этому очень легко научиться а вот без этого омоложение не будет эффективно почему вот смотрите например вы можете сидеть лежать визуализировать образ подтягивания щечек вверх как будто вы тянете их за ниточки представляете сейчас как будто привязанные щечки за ниточки начинаем тянуть и что происходит без физического действия ничего с лицом не происходит оно остается в спокойном состоянии это просто визуализация и применительно к работе мышц лица это не сильно будет работать а можно не только мысленно представлять как щечки начинают подниматься вверх когда вы жонглируете щечками как мячиками вот смотрите почему я взяла модель жонглирования потому что все мы это видели как подкидывают мячики и подсознание не надо доказывать что мячики подбрасывают вверх подсознание это легко воспринимать оно готово и когда оно готово к тому что уже когда-то видела то оно очень легко соединит этот образ плюс вы реальное движение мышц будете использовать то есть такое легкое сокращение это сильное сокращение просто вам показываю для примера да то есть жонглирование что такое ну допустим переменная пульсация раз 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 это сильная пульсация просто для примера показывать вот когда этот мысленный образ соединяется с реальным да например импульсом подкидывания щечек такого легкого сокращения мышц щечки вверх раз 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 то при этом ваши мышцы начинают подчиняться мысленному приказу а главное вы чувствуете как мышцы подтягиваются что например если делаешь ну пять я не знаю десять может ощущаться жжение мышечного сокращения и дальше вы просто видите в зеркале изменения что щечки да действительно подтягиваются вверх кого-то на сантиметр и так далее все это и есть мозговая мышечная связь когда мы соединяем мысленную картинку с действием и во всех упражнениях это усиливает качество выполнения и эффект любого упражнения даже на тело физическое и многие делают упражнения и имеют только временный эффект вот у вас такое было чтобы делать упражнения эффект временный у кого такое было напишите да причина по которой не получается подтяжка это то что вы не чувствуете свои мышцы лица поэтому невозможно управлять тем что не чувствуешь кто со мной согласен а вот многие же просто механически делают а какие ощущения какие там ткани без понятия мне до сих пор пишут люди например про носогубки не понимая вообще что это такое не ощущают не знаю даже что носогубные складки они даже есть у маленьких деток при улыбке при улыбке это не считается как ну какое-то возрастное изменение а вот если они без улыбки валиками такими навалились да вот здесь вот это уже проблема и и так далее то есть а почему такое происходит потому что нет ощущения ткани нет понимания биомеханики вот поэтому что вам хочу сказать невозможно управлять тем что не чувствуешь самое главное с чего нужно начинать работу по омоложению по подтяжке лица научиться ощущать мышцы как в состоянии напряжения так и в покое и это мы будем обучаться в курсе а упражнения мы с вами будем делать так давайте попробуем сначала почувствуйте ваши мышцы значит сначала физическое действие чтобы осталась мышечная память легким захватом взяли щечки и начинаем щечки пульсировать вверх по ходу естественного натяжения раз два три четыре делайте упражнения и запоминайте ощущения в мышцах пять шесть семь восемь девять десять раз два три четыре пять шесть семь восемь девять двадцать раз два три четыре шесть семь восемь девять тридцать теперь вам нужно запомнить это ощущение убираем руки и представляем что мы делаем то же самое руками по мышце глазки закрывайте самое легкое с закрытыми глазами начали и делаем мысленно раз два три четыре но ощущение физически дело шесть семь восемь девять как будто мы взялись за мышцу руками и двигаем их вверх двигаем 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 раз то есть почувствуйте сейчас на этой разминке ощущение движения в мышце кто почувствовал у кого получилось если вы почувствовали в мышце реальное физическое ощущение или напряжение или пульсацию или попытку движения значит у вас мозговая мышечная связь начала работать я вас поздравляю а теперь усложним теперь сделаем жонглирование да Лана написала что получилось жонглирование щечками как мячиками представьте что мы сейчас на зону границы века щека то есть вот эта зона подглазничная представьте что здесь вот эти шарики да для жонглирования мы положили их можно делать закрытыми глазами даже так и лучше будет и сейчас в вашем образе мысленном должно быть жонглирование подкидывание щечками этих мячиков я даже знаете хотела сначала думаю вот может быть не мячики может быть молодильные яблочки поэтому два варианта скажу я попробовала мячиками пробовала молодильными яблочками потому что для подсознания молодильные яблочки это тоже понятно что такое яблочко если кушаешь или как ты с ним взаимодействуешь то это молодежь то подсознанию это очень нравится и я подумала вот что я попробовала мячиками пробовала яблочками яблочками мне почему больше понравилось потому что яблоки они как бы тяжелые и щечкой нужно усилие делать более ощутимое поэтому вы попробуйте потом когда будете дома тренировать попробуйте и мячики и попробуйте молодильные яблочки может вам тоже яблочками больше понравится а сейчас мы с вами будем отбрасывать мячиками щечками этой частью да скуловой зоной вверх раз раз получается мячики у нас визуализация движение щек чтобы подбросить шарик реальное физическое это может быть такая легкая пульсация раз 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 лёгкая пульсация она может как-то на лице да она может отражаться если совсем легкая не получается попробуйте сначала такое ощутимое которое у вас получается может вот так получится единственно что здесь нельзя замарщивать тогда пальцем придется вставить и сейчас мы с вами сделаем Начинаем. Давайте. Значит, кому как легче. То есть можно с закрытыми глазами, можно с открытыми. И делаем такие 10 подбрасываний то одной щёчкой, то другой. Начинаем. 10 сделали. А сейчас двумя щёчками одновременно. 11. Получилось? Классно? Как мы с вами пожонглировали? Скажите, ощущения суперские. Я так люблю визуализацию, я так люблю работать с мозгом, с подсознанием, потому что я занимаюсь биоэнергетикой, поэтому мне это очень так нравится. У кого получилось? У кого получилось? Кто почувствовал, пишите, и я жду ваши комментарии, мы обсудим. Да, пока пишите, хочу сказать. Смотрите, девчата, эта тренировка мозгово-мышечной связи, вот я же сказала, она подходит для всех. То есть здесь нет возрастов, здесь нет гипертонус, гипотонус, потому что она мягко, но эффективно прорабатывает. Посмотрите, сколько проблем у девчат в возрасте, ну, у девчата, мы всегда девчата, с зоной носослёзной, когда глаза проваливаются. Я вам скажу, вот сколько же мне лет-то было, вспомнить бы эту древность, ну, скажем так, лет, наверное, в 40 у меня начало западание глаз внутрь начинаться. То есть это когда вот эта скуловая, она как бы отделяется от глаза, резко обозначается граница века щека. И если бы я не начала работать, вы бы меня сейчас знаете, как видели, у меня глазки были бы вот так вот внутри черепа, а здесь вот так вперёд вот такие подались бы скулы, вот так. Вот смотрите, а сколько у девчат проблем с этой носослёзкой. И что делают? Первое, что делают, филлерами заполняют. Но филлеры, во-первых, они, конечно, дадут результат, да, всё красиво, но, во-первых, это будет месяцев 6-8 и дальше снова пролонгировать. Дальше через долгое время усугубление проблем. Например, год-два-три делаете, дальше усугубите проблему настолько. Почему? Потому что вы не можете делать ни массажики, ни ручные приёмы, потому что филлеры будут быстро рассасываться. И тками, соответственно, будут, ни лимфа там не будет активно протекать, ни кровоснажение активное не будет. То есть оно в стоячем должно быть состоянии, неподвижно. Ну, соответственно, смотрите, сколько можно этим упражнением решить проблем с зоной носослёзки. Если здесь есть разломы какие-то, носощёчные, да. А вообще вот, например, в онлайн-курсе я дам такой приём на выглаживание, мозгово-мышечную связь, на выглаживание носослёзки изнутри, выталкивание её вперёд. Вот то, что делает филлер, филлер объём заполнил, и он вытолкнул ткани, и ткани выровнялись. А я сделаю приём на мозгово-мышечную связь, на выталкивание вперёд вот всей этой ткани. Ну вот я его делаю, ну, я вам скажу, что да, вот объяснила, что если бы я не занималась, сейчас бы мои глазки у меня так бы, в черепе бы вы смотрели под микроскопом, где-то мои глазки, что-то мы их не видим совсем. А почему? Потому что круговая сама по себе с возрастом спазмируется. Так ещё если западение в углу черепа, то ну что делать? А вот когда выглаживаешь изнутри, соответственно, ты вот эти провалы и неровности, ты их выталкиваешь. Ну давайте теперь, а что же у вас? Так, у Натальи получилось двумя, хорошо, да, почувствовала? А что, больше никого не получилось? Здесь так много людей. Девчата, делитесь результатами. Так, на странице трансляции тогда читаем. Татьяна, получилось, спасибо. Марина, классно, с мячиками быстрее темп, они легче, с молодильными яблочками помедленнее, их вес почувствовала. Так вот, в том-то и дело, Марина, что? Смотрите, с мячиками действительно может быть импульс быстрее, да, а не полегче. Так, если потяжелее, нам же надо усилие, если с молодильными яблочками-то потяжелее. Нам же надо больше усилия, да, на то, чтобы подкинуть. Усилия-то больше, соответственно, ощущаемее импульс идёт. Поэтому здесь совершенно разные эффекты. Я причём, я сегодня даже ночь спать не могла. Это, знаете, вот когда ты на потоке работаешь, и тебе прям показывают, что надо делать. Мало того, что мне показывают, да, то яблочки молодильные показывают, то эти мячики. Так мне же надо ещё попробовать и оценить, какой результат, насколько этот результат очевиден, чтобы его показать и дать другому. И когда я его на себе оцениваю, о, а с яблочками-то вот так, а с мячиками-то вот так, совсем другое дело. С закрытыми глазами, по-моему, получается, когда смотрю в зеркало, ничего не происходит. Да, хорошо сказали, Людмила. И вот для всех девчат, у кого, например, на первом этапе не очень сильное ощущение, вы совершенно не волнуйтесь, это тренируется очень быстро. Вот Светлана, например, написала, не получается, нет никакой связи. Светлана, вообще не переживайте, если у вас есть желание, потому что у вас как бы менее эффективнее могут другие приёмы и упражнения проходить. Я же сказала в самом начале, нет ощущений, нет управления тканями. Поэтому это очень важно наработать. И именно вам нужно в курс прийти. Или тренируйте сначала физическое ощущение подбрасывания. Физическую пульсацию тренируйте. Наработайте, чтобы ваша мышца запомнила. Раз, 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 раз. Чтобы ваша мышца закрытыми глазками ощущала такой же эффект. Нет, не такой же эффект. Sorry, sorry, sorry. Смотрите, физическое ощущение, естественно, оно плотное, оно силовое, оно сильное. Энергетическое ощущение, оно тонкое, оно тонкое. Поэтому здесь будет эффект сильный, а ощущение будет тоньше. То есть вы переходите на другую ощущаемость. Это другая волна, может, энергии быть. Знаете же, что у энергии разные волны. Есть низкие частоты, средние частоты, высокие частоты и так далее. То есть вы как бы на другую частоту ощущаемости переходите. Знаете, как вам это в жизни пригодится? Интуиция потом по-другому работает. Ну тут, если энергетику затрагивать, то это, знаете, мы с вами, когда будем до 8 марта здесь сидеть и разговаривать, разговаривать. Ну я рада, что есть все равно результаты. Кто спрашивает на сагубные складки, да, я это все покажу. 12 марта в моем онлайн-курсе. Кто хочет узнать, как усилить этот прием с мячиками, с яблочками, сделать его еще более эффективным? Раз, 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 два, три, раз, два, три. Можно танцевать, можно под музыку, включить музыку, и так, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять. Иду мячиками, раз, 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 раз. Знаете, как здорово танцевать? И об этом, то есть вот все техники мозгово-мышечной связи на все зоны лица, как делать прошивку лица от обвисания, да, то есть вверх, как его поднимать спереди и сзади. Мы делать будем такую прошивку в этих упражнениях. И все это в онлайн-курсе «Подтяжка кожи без операций» через мозгово-мышечную связь с 8 марта. А также сегодня еще мы уже не будем проходить, но это на следующем вебинаре. В этом курсе будет четвертый шаг этой методики «Секреты ухода за кожей», который стирает десятки лет. А почему? Потому что маски «Уход», которые помогают кожи сиять, увлажнять и питать. То есть основные правила ухода за кожей. Для вас подготовила, и вы тоже с ними познакомитесь. Все это вы можете сейчас перейти по ссылочке и сделать заказик. Начало обучения с 12 марта. А сейчас я вам расскажу, какие же подарки будут для тех, кто придет у нас на нашу праздничную встречу. Кто любит праздники? Вот, Марина сказала, что щеки уже горят. Да, Марина, потому что, вот как я уже сказала, мозгово-мышечная связь, она очень эффективная на самом деле. А почему так мало женщин хотят ее тренировать? Потому что на первом этапе, например, не почувствовали или слабо почувствовали, а дальше лень заниматься. На самом деле вам нужно всего несколько раз сделать, и у вас уже будет результат. Вот Людмила написала, благодарю Инна, лицо согрелось, зарумянилось и засияло. Ура! Да, Людмила, я очень рада. Поздравляю, это так классно, что у вас такие результаты. Я прям очень счастлива. Вы меня сегодня очень радуете, что такие все молодцы. У вас все получается, и вы с такой готовностью и желанием занимаетесь. Так вот, давайте же о подарках. Я же в Таиланде, ну как же не поговорить про тайскую косметику. Смотрите, первым трем участницам, кто сегодня делает заказик и делает оплату в течение одних суток, вот такая тайская маска я приготовила в подарок. и здесь маска с экстрактом улитки с биозолотом. Сейчас отсвечивает, вот я вам покажу ее вот так. Да, с биозолотом. То есть сейчас, сейчас вот я посмотрю после нашей трансляции, вот первые три человека, кто сделает заказик, получает в подарок. Ну, что в этой масочке? Ну, девочки, она сама по себе говорит. Тайский экстракт улитки, он во всем здесь применяется. В кремах, в сыворотках. Для питания и омоложения кожи, регенерации. Биозолота, естественно, тоже. И здесь прям написано специально, что ваша кожа начинает сиять после этой масочки. Вот, ну, выбираю самые лучшие, которые здесь есть. Будут еще подарки, но с вами еще есть несколько встреч, поэтому будут еще другие подарки. Но сегодня вот приготовила вот такой. И кроме этого, для тех, кто оплачивает в течение суток, в подарок еще два видеокурса. Первый видеокурс – это секреты омоложения лица для всех возрастов. Это омоложение вместе с интимной гимнастикой. Кто знает интимную гимнастику? Тренируете мышцы влагалища? Нет? Как в сексуальной жизни у вас обстоят? Ну, то есть, знаете, я как ученый, да? То есть представьте, что у нас здесь верхние энергетические центры и, соответственно, снизу нижние энергетические центры. Соответственно, еще один момент, что если мы занимаемся только лицом и не работаем с тем, что ниже, у нас через некоторое время мышцы, все органы женские начинают превращаться в мятую бумагу. Там же тоже все спазмируется, фиброризируется. Вот, поэтому обязательно важна гимнастика на все тело. Соответственно, здесь, в этой гимнастике, мы соединяем низ и верх. Во-первых, по энергетике это эффективно. Если здесь печка пыхнула, энергия, у вас прокачка по всем чакрам пошла. А у вас еще и здесь пыхает, потому что вы и здесь тренируетесь. И вот представьте, в этом видеокурсе вы тренируете лицо вместе с мышцами. Это просто потрясающе. Это первый, значит, подарок. А второй подарок – это активизация гормональной системы через простукивание. Это одна часть моего курса. У меня есть курс по гормональному омоложению. Очень многие спрашивают. На видео YouTube по щитовидке буду готовить отдельный курс, потому что видео YouTube по щитовидной железе. Больше всех просмотров набирает. Там их сколько-то сотен тысяч я уже даже количества не успеваю просматривать. То есть заболевание по щитовидке – это, похоже, номер один в России. Ну, я не знаю, если судить по моему просмотру этого видео. Поэтому если бы еще было времени не 24 часа, а больше, я бы, конечно, записывала каждый день видеокурсы. Ну, в планах по щитовидке, а здесь часть этого курса – активизация гормональной системы через простукивание. То есть для активизации гормонов, потому что изменения в гормональном фоне, они тоже влекут за собой последствия. И очень много вопросов. Я не хочу, чтобы угасала моя молодость, наступал климас, как продлить молодость. Есть очень много вопросов. И за гормонами надо следить. Нужно активизировать наши системы. Нужно с собой работать. Поэтому вот будете активизировать с помощью этих видеоуроков, научитесь и позанимайтесь. Какой результат вы получите в онлайн-курсе, который мы начинаем с 12 марта. Потяжка кожи без операции через мозговую мышечную связь. Что это такое? Курс гимнастики и приемов объемного лифтинга. Я вам показала только два приема на объемный лифтинг. Вы уже поняли, что он творит чудеса. Что это реально подтягивает кожу, обновляет и преображает. И все сегодня вот столько было отзывов. Спасибо вам большое. А по-тайски спасибо, капунка. И тренированные мышцы с помощью мозговой мышечной связи начинают увеличиваться в объеме, кожа натягивается, разглаживаются морщинки, улучшается кровообращение. Она становится упругой, привлекательной. Дальше в курсе, значит, ММС. Дальше программа лифтинга миофасциального. Это комплекс упражнений для устранения морщин и обвислостей. Используйте упражнения для натяжения мышц, для их напряжения, расслабления. Вы получаете результат подтяжки кожи. Программа подходит даже для тех, кто очень занят. А если кто-то боится, ой, у меня сейчас то, я сейчас уеду, а вот я в следующем году приду, а вот все, это однозначно, что вы никогда не начнете. Я тоже очень занятая, поверьте мне, сколько всего я делаю. Только посмотрите, последите за мной в соцсетях. Только мое передвижение по разным странам. Посмотрите, как я все успеваю, у меня только 24 часа. То есть я нахожу это время, потому что заниматься можно. Вот как я вам сказала, прием на осанку один, да, всего полторы минутки в день. Две минутки вместе с растяжкой занимать. А его можно делать не только по утрам. Это ваше домашнее задание по утрам. Значит, ваше домашнее задание – это, кстати, делать по утрам на осаночку. И в течение дня, вот то, что мы сказали, да, раскрывать глазки и лоб. И делать шариками вы можете делать хоть целый день. Здесь нет вообще времени. Идете по улице, раз, работаете, подкидываете, жонглируете. Стоите в очереди, жонглируете щёчками. Сидите, смотрите что-то, жонглируете. Здесь вообще… То есть просто научитесь с открытыми, натренируйте сначала с закрытыми, чтобы у вас получалось. А потом уже с открытыми везде у вас, чтобы получалось. И это совсем не отнимает много времени. Зато какое довольствие доставляет, как мы сегодня классно время провели. А какие изменения в вашей внешности. Это же самое главное, что, представьте, если окружающие начнут замечать изменения и какая-то мотивация для вас действовать. Поэтому даже сидя у компьютера можно выполнить упражнения. Всегда можно найти у телевизора. Или суп помешиваешь и жонглируешь щёчками. Кому нравится такая схема занятий? И вот эти четыре методики данного курса вы получаете по одной цене. Ну что ж, пишите ваши вопросики, если есть. Переходим ещё раз по ссылочке и делаем ваши заказики. И жду вас в новом курсе. Позажигаем и помолодеем. Обновимся как следует. Продолжение следует... Продолжение следует...